15 мая отмечается Международный день семьи. Его учредила Генеральная ассамблея ООН для привлечения внимания широкой общественности к проблемам этого важного социального института. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с многодетными семьями, награжденными Орденом Родительская Слава и медалью Ордена Родительская Слава. Я хочу, я тебе верю, Славь, я верю, я в луга. Кузнецов из Новочбоксарска победители творческого конкурса «Семья года-2016». Через несколько дней они едут в Ульяновск на окружной фестиваль. Всего в Чувашии 11,5 тысяч многодетных семей. Более 3 миллиардов рублей ежегодно направляются на их поддержку. Ярким примером, как нужно правильно сформировать семью, создать эту крепкую семью и воспитывать много-много детей. Это ведь огромная ответственность нести нагрузку эту ношу, соответственно. Но и дети, я посмотрел там справочные материалы, которые сегодня учатся в разных учебных заведениях. Искренне хочу выразить слава по тому, спереди всего, вам за такой подход. Потому что на вас смотрят остальные, и молодые люди, и те, кто в возрасте, кто рядом с вами живет. Как вы на самом деле в мире согласии, любя друг друга, живете. Семья Егоровых из Мурпосадского района в 2014 году получила медаль Ордена Родительская Слава. Татьяна Серафимовна рассказывает, что они с мужем Михаилом Константиновичем учились в одном классе. Потом решили создать семью. О таком почете и не мечтали. Думали о простых ценностях. Мы считаем себя достойной семьей, но у нас дети такие воспитанные. Дети, все с высшим образованием, все школу заканчивали с медалями. Мы все делали вместе, когда они еще маленькие были, все делали вместе, работали вместе. Все до сих пор смеются, что мы их поднимаем дальше в 4 утра, косить траву в поле водили. В общем, у нас, как бы сказать, они росли и в семье. Мы любили в семье, потому что брали примеры с родителей, с дедушек, с бабушек. И в спортивной семье тоже. Такие семьи не считают себя особенными, и с неохотой делятся подробностями своей жизни. Вот и на встрече с главой Чуваши их рассказы в основном сводились к учебным и спортивным достижениям своих детей. Ведем здоровый образ жизни. Участвуем в культурно-массовом мероприятии города. Дети играют в гармонию, в пастебол, в плавание и в борту. Дочь, она еще получает от вас стипендии, как два выгода. Главы Республики. Это большая поддержка для многодетных семей. Про проблемы на встрече почти не говорили, но, конечно, они есть во многих семьях. Кто-то не может водить ребенка в секцию слишком дорого, кто-то никак не может начать осваивать земельный участок. Сейчас каждый пятый ребенок в Чувашии рождается в многодетных семьях. Они в дополнение к федеральному материнскому капиталу могут получить и республиканский. На это в бюджете предусмотрено почти 200 миллионов рублей. Кроме социальных выплат многодетным семьям в республике бесплатно предоставляются земельные участки. Их получили более 5,5 тысяч семей. А семьям с пятью детьми предоставляется жилье по социальному найму. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика.